Добрый вечер всем, кто проводит время вместе с нами на телеканале «Москва-24» в эфире программа «Правда-24». И мы ее ведущие, несравненный Евгений Додолев. И несравненный Лейла Стружевская. И я Лейла Стружевская. И у нас в гостях несравненный Александр Эвскляр. Здравствуйте. Здравствуйте. Если бы я газетную публикацию готовил к сегодняшнему выпуску, я бы заголовок сказал, как Александр Скляр попал в тюрьму. Хороший, кстати. Как вы попали в тюрьму, расскажите, пожалуйста. Или можно другими словами «Все не просто так». Тоже хороший подзаголовок такой. Как Александр Эвскляр попал в тюрьму, а внизу маленький «Все не просто так». Не уходите от... От темы, да, от вопроса. Мы были, ничего, тут все как в нормальном. Мы были уже второй раз в Ванино, поселок Ванино. Это самый край России, Хабаровский край, 500 километров от города Хабаровск. Ехать надо на машинах только, дорога довольно тяжелая. И это прям вот самый краешек, татарский пролив и Сахалин. Вот. В Ванино мы играли нормальный концерт в Доме культуры. Это действительно тюрьма, да? Совершенно справедливо. Ванино знаменита тем, что вот я помню тот Ванинский порт. Это как раз про вот эту самую пересыльную тюрьму, печально знаменитую, которая существовала, ну, наверное, до 50-х годов прошлого века. А, я думал, с царского времени это еще... Может быть, с царского. Честно говоря, я вот так всю ее историю не знаю, но знаю, что вот печальной она стала как раз во времена ГУЛАГа, потому что через Ванинскую пересыльную тюрьму попадали партии заключенных морем в Магадан. И, соответственно, вот весь тот ГУЛАГовский, так сказать, регион, просто по морю было проще всего людей отправлять. А до Ванино, соответственно, они доезжали по железной дороге. Но в 50-х годах эта тюрьма, обе две, там была женская пересыльная и мужская, они были закрыты, и на месте женской пересыльной тюрьмы была образована тюрьма особого режима Ванино. Это жесткая тюрьма типа белого лебедя, где содержатся только рецидивисты, то есть там не бывает людей, которые получают первые уголовные сроки, соответственно, там сидят за тяжелые преступления. Александр, я думаю, что мы достаточно уже зрителей заинтриговали, теперь давайте мы просто конкретно обрисуем инфоповод нашей встречи. Почему тюрьма, о чем вообще речь? Давайте мы расскажем, что будет в день рождения. Я думаю, надо более длить. Уже все заинтригованы. Короче, да. Короче. Да, 7-го числа. У нас там образовался свободный день. Я попросил в этот свободный день сделать нам концерт в тюрьме Ванино. Так. Полностью группой Вабанк. Мы сыграли там концерт, это было 2 августа прошлого года. Мы этот концерт сняли на видео, мы его записали на аудио, и сейчас мы вот все эти месяцы после этого события мы делали фильм, который назвали «Концерт для отверженных». Соответственно, этот концерт будет показан в мой день рождения 7 марта в ДК Горбунова. На нашем традиционном день рожденческом концерте будет показан этот фильм. Это первое отделение, то есть просто зрители будут сидеть и смотреть на экран, больше ничего не будет происходить. Фильм получился настолько необычный, настолько интересный, что я думаю, зрители не будут разочарованы, что они будут сидеть. Он получился с очень интересной картинкой, необычной, и с очень интересным звуком, над которым мы тоже работали. То есть это полноценный 54-минутный фильм. Они будут сидеть и смотреть фильм. А второе отделение? А второе отделение будет 20-летие, Вабанк будет праздновать 20-летие выхода нашего культового альбома, который назывался «Нижняя тундра». 20 лет назад вышел этот альбом, мы его делали, совместный проект группы Вабанка Виктора Пелевина. Он написал рассказ «Нижняя тундра». Специально для этого проекта. А мы сделали саундтрек к рассказу. Поэтому, как я шучу, сейчас я сам для себя нашел формулировку. Мы были первыми в российском рок-движении, вообще в российской рок-музыке, кто сделали саундтрек к рассказу. Это была «Нижняя тундра». И мы же сейчас первые, кто сделал саундтрек к жизни, к жизни отверженных, который мы показали вот в этом нашем фильме, который называется «Концерт для отверженных». А как так получилось, что 20 лет вы не исполняли этот альбом? Он довольно сложный, этот альбом. Он по тем временам был очень новаторский. Мы сделали его с большим количеством электроники. И поэтому для того, чтобы его исполнять живьем, нужно было Вабанку себя переформатировать. Мы должны были исполнять то, что называется, с подкладом. Обязательно. Потому что живыми инструментами не создать тех звуков, которые были сделаны в «Нижней тундре». Сейчас прошло 20 лет, изменились технологии. Мы стали опытнее на 20 лет. И я решил, что сейчас мы можем себе позволить воспроизвести этот альбом от начала до конца. Именно близко к тому звучанию, как он звучит на альбоме. А соавтора вы будете информировать? Я имею в виду писателя Пелевина. Я бы с удовольствием проинформировал соавтора Пелевина. И пригласил бы его, конечно, может быть, пользуясь случаем, кстати сказать, приглашу его. Вот или сейчас приглашаю. Уважаемый Виктор Олегович, по-моему, Виктор Олегович, я от души искренне приглашаю вас на наше мероприятие. Но боюсь, что он не отзовется. Потому что за те 20 лет, которые прошли со времен выхода этого альбома и вообще этого проекта, мы с ним больше не виделись. И несмотря на то, что у меня даже были какие-то попытки на него выйти, в частности, несколько лет спустя после этого проекта «Нижняя тундра», мне позвонили ребята с фирмы «Союз», по-моему, и сказали, что они хотели бы моим голосом озвучить аудиокнигу «Чапаев и пустота». Ту самую книгу, которая нам тогда так нравилась, и в результате, почему мы обратились именно к Пелевину. Я сказал, да, окей, пожалуйста, с удовольствием, мне это интересно. Но сам автор знает, что вы просите меня озвучить? Да, говорит, автор знает. То есть он следит за Вабамом? По крайней мере, тогда он следил. Я действительно потратил там 8 или 10 смен, это была большая работа. Мы выпустили эту аудиокнигу, она озвучена моим голосом. Но даже после выхода этой книги он ни разу не позвонил, и даже, ну, просто, ну, хотя бы не сказал. Мне было интересно, я им говорила, ребятам, что, ну, как, может, свяжитесь с ним, узнайте, что Скляру интересно его мнение. Нет. Тишина. Он инкогнито придет 7 марта. Я не удивлюсь. Это вполне будет в его стиле, по-моему, совершенно. Кстати, вот слушал многочисленное интервью ваше перед нашей встречей. Вы, когда перечисляете любимых ваших писателей, ну, Пушкина называете, Гоголя, Мамлеева, Пелевина никогда? Наверное, мое увлечение творчеством Пелевина сосредоточилось все-таки на его более ранних работах. Я ранние работы его люблю, читал, до сих пор у меня о них хорошие впечатления, и даже относительно недавно, так по диагонали, перечитывал Чапаева «Пустота». Но дальше, вот, Евгений, я честно говорю, я пробовал что-то. Может быть, мне не хватало личного общения с автором, который мне бы что-нибудь... Я думаю, у вас с Пушкиным тоже личного общения не было. Личного не было, но у меня и история другая в взаимоотношении с Пушкиным. Но все-таки Пушкин это то, что, ну, по крайней мере, в моем случае, это то, что вошло в мою жизнь с детства или с юношества. А Виктор Олегович вошел в мою жизнь совсем не с юношества. А может быть, это просто не та волна, не моя волна. А что сейчас читаете, кстати? Я довольно давно перестал в большом количестве читать литературу такую обычную. Но могу вам сказать, что мне очень понравилось за последнее время. Я считаю совершенно потрясающим роман писателя Абрахам Вергезе. Это его единственный роман. Он называется «Рассечение Стоуна». Вот просто мощнейшая работа. Я ее очень рекомендую. Наверное, одно из лучших, что я прочитал, ну, лет за 15. Вот так вот. А из наших отечественных писателей самое сильное впечатление за последнее время на меня произвели два романа Евгения Водолазкина. «Авиатор» и «Брисбин». Честно говоря, думал, что вы назовете своего соратника и товарища Захара Прилепина. Захар Прилепин с «Обителью». Мне очень зашел, но это было уже раньше, чем то, о чем я вам говорил. Могу назвать «Обитель» и тогда уж давайте Петра Олежковского крепость. А вот возвращаясь в тюрьму, почему понесло-то туда, ближе к вашей Северной Корее? Почему вы оказались-то в тюрьме? Мы оказались в тюрьме, потому что у нас было два свободных дня в Ванину. А, то есть вы уже там были? Мы в Ванину уже были, чтобы сыграть там обычный нормальный концерт. Нам, организаторы... То есть это не предметная была поездка? Это не предметная поездка была в тюрьму. Это была предметная поездка просто Ванина на концерт. Все, у меня пазл сложился. Но когда я понял, что у нас эти два дня есть, я решил, что нужно попробовать испытать те же ощущения, которые в свое время, много лет назад, испытал Джонни Кэш, когда он организовал свой концерт «Фолсом Призм», тоже в тюрьме строгого режима. Но я пошел чуть дальше, потому что Джонни Кэш все-таки работал с большой шоу-машиной. Эта шоу-машина позволила ему сделать там полноценный саундчек, который был записан, и сыграть там два концерта. Эти два концерта были великолепно записаны, но они не вышли на видео, как фильм. Я пошел чуть дальше. Может быть, у нас похуже были условия. Я имею в виду, у нас не было такого саундчека, такого полноценного. Но тем не менее, сама тюрьма, сама по себе эта тюрьма, как место, я думаю, не менее жесткая, чем у Джонни Кэша. А учитывая наши реалии, может быть, и поболее. И нам удалось сделать фильм. Джонни Кэш – это рок-музыкант в вашей системе координат? Что такое рок-музык? Если мы говорим в расширительном смысле, то я думаю, что рок-музыкант. Потому как он относил... Он все-таки там считается, конечно, кантри-певцом. Но я думаю, что он шире, чем само кантри, как стиль. Потому что он из плеяды тех самых первых рок-н-ролльщиков, которые, может быть, более мягкие, чем этот сам стиль рок-н-ролл. Но они законодатели этого стиля. Потому что, скажем, Элвис Пресли, его нельзя вот так воспринять, что он вот прям вот чистый рок-н-ролл Элвис Пресли. Элвис Пресли – это и рок-н-ролл, и все-таки эстрада такая. Вот сейчас обидно было. Я его считаю великим. Евгений, я его считаю великим. Для меня он один из самых великих артистов вообще 20 века. Поэтому я просто пытаюсь препарировать его творчество в свете моего нынешнего отношения и понимания рок-н-ролла. Рок-н-ролл – это нечто такое бунтарское. У Элвиса Пресли этого бунтарского было очень мало. А у Джонни Кэша, который как раз практически с ним... Мы про тексты сейчас говорим. Мы сейчас говорим про внутреннее наполнение. Мы говорим про внутреннее наполнение. А у Джонни Кэша как раз было очень много. Поэтому Джонни Кэш для меня шире, чем стиль кантри. А Элвис Пресли для меня немного уже, чем рок-н-ролл. Хорошо. Александр Эвскляр. Вот Юлиан Семенович Семенов нас совершенно секретно учил такой вопрос задавать. Через 100 лет выходит энциклопедия. И там будет написано «Александр Эвскляр-кере». Артист, музыкант, философ. То есть слово «рок» не будет присутствовать в описании. А раздепозиционирование «Вабанка» не как рок-команда? Да, конечно, как рок-команда. Но просто Александр Эвскляр уже давно шире, чем «Вабанк». «Вабанк» является частью, очень важной частью моей музыкальной жизни, конечно. Но кроме этого, мой музыкальный диапазон шире, чем диапазон группы «Вабанк». Говорят, что сейчас протестная составляющая ушла из рок-музыки в рэп. Я полностью с этим согласен. Я один из первых, по-моему, кто это озвучил. Совершенно верно. Я это помню. Вы слушаете, как кто-то читает? У вас есть любимцы в этом жанре? Очень мало слушаю, потому что меня не хватает на рэп-музыку. Мне и музыки-то рок-н-ролльной, наверное, уже слишком много для меня. Я и ее-то уже не очень много слушаю. Но, тем не менее, конечно, кое-кого, кое-кто мне на ухо попадает. Из тех кое-кто, кто попадает, я бы, наверное, мог выделить молодых артистов. Фридж такой есть рэп-исполнитель. Мне нравится и как он делает, и что он делает. И вот совсем недавно я посотрудничал на одной своей песне, предложил ее сделать дуэтом Танго Анубиса. Она называется молодому рэп-артисту Мэйти, потому что я сходил на его концерт в конце прошлого года, в декабре. Мне понравилось, что он делает. Мне захотелось с ним дуэтно исполнить одну из своих новых песен. Вот Лейла до записи, пока мы общались, упоминала Шнура. Шнур – это рок-артист? Это рок-музыкант? Нет, это эстрада. Эстрада все-таки. Ну, запал у него есть, конечно, рок-н-ролльный. Это точно. Любопытно, что он считает нашим самым главным рок-исполнителем, нашим корневым рок-исполнителем, считает Аркадия Северного. Вот я думаю, через вот эту призму можно и к личности Сергея отнестись. То есть это шансон? Он считает, что наш Аркадий Северный – это точный аналог ихнего Чака Берри. Ничего себе, я буду думать эту мысль. Вот такая мысль весьма парадоксальна, но в ней есть рациональное зерно. Это то, из чего, как ему кажется, мы все вообще пошли. Мы все русские рок-н-ролльщики, понимаете? А что было у Аркадия Северного, кроме его шансонной составляющей? У него, конечно, был бунтарский дух, в общем-то. На самом деле у него была эта бунтарская история. Он не хотел никакому эстеблишменту принадлежать, эстрадному. Понимаете? И в этом это его роднит, конечно, с рок-н-роллом. Я думаю, что вот эта штука у Сережи есть. Глубинно. Можно я все-таки вернусь к Александру? Мне интересно, вы сказали о себе, что вы, помимо того, что певец, философ. А что имели в виду? Почему философ? Ну, потому что кроме моего внешнего пласта, заметного всем, как вид моей деятельности, у меня еще есть куча, ну, как бы той, другой составляющей, которая не видна аудитории, но которая, понятно, мне и которая с годами только увеличивается. Вот эту нижнюю составляющую, которая является на самом деле моей главной составляющей, я бы определил как философскую составляющую. Я ее не афиширую, она мне не нужна в качестве ремесла. А ремеслом я, ремесло мое, это музыка. То есть к жизни относитесь философски. И не только к жизни. Я реально погружен в философскую стихию. Я не к жизни отношусь как к философии, а я в философии живу. В частности, в частности, если позволено в рамках нашей программы чуть-чуть об этом сказать, я очень глубоко занимаюсь древнеегипетской всей проблематикой, так сказать, метафизической проблематикой древнего Египта. И думаю, что я подкованнее примерно 90% нынешних официальных египтологов. Вот чтобы вам было понятно, чем я занимаюсь на самом деле, кроме того, что я продаю свое ремесло как музыкант. Почему именно Египет? А? Почему Египет? Потому что это исток нашей цивилизации. Не Древняя Греция, а Древний Египет. Чем лучше ты хочешь понять современность, тем глубже ты должен уйти в историю и в философию. А самое глубокое, куда ты можешь уйти, это, конечно, за Древнюю Грецию, то есть в Египет. А в музыкальном отношении это как-то реализуется? Танга-ну-де-чиса. Название предпоследней моей песни. Но напрямую, Евгений, напрямую, конечно, не реализуется. Это было бы слишком сложно и неправильно. Зачем философские размышления переносить в музыку? Музыка все-таки, чем я занимаюсь? Я занимаюсь популярной музыкой, правильно? Это не эзотерическая, не глубинная музыка. Я всегда понимаю так, что народ, который купил на меня билет, купил билет, чтобы посмотреть на ремесленника, чтобы насладиться плодами творчества ремесленного музыканта, который достиг в своем ремесле определенного уровня. Я этот уровень достиг. Ну иначе зачем я занимался бы 30 с лишним лет профессиональной музыкой? И люди покупают именно на этот билет. А уж свои философские студии я уж оставляю для себя. Мы с вами когда-то встречались по поводу вашей писательской работы. Я так понимаю, что вы с этим на какое-то время... Нет, Евгений, нет, ничего нет абсолютно. Завязали. Ну, есть только книжка, но это же все равно большая часть моих стихов и текстов для песен. По направлению кальдораду. Мы же, наверное, эту тему с вами встречались. А больше я ничего не написал. Я, по-моему, даже и тогда вам формулировал, что я слишком с большим пиететом отношусь к профессии и к призванию писателя, чтобы самому чего-то там черкать, так сказать, на любительском уровне. Хорошо, но если мы про русский рок говорим, что есть русский рок? Вернее, кто есть русский рок? Назовите несколько имен. Если мы говорим про русский рок, то с точки зрения наших предшественников, это, конечно, оставим Аркадия Северного в стороне, потому что я не совсем точно понимаю, но, тем не менее, ну, как бы нахожу там рациональное зерно, но это точно Владимир Высоцкий, Алеша Дмитриевич, Александр Вертинский. Это предшественники. Если мы говорим про, что вот такое русский рок-н-ролл, ну, по крайней мере, имена, ну, это все старики, все, как бы, корневые его первые люди, которые частично живы. Ну, вот Лейла не знает. Для вас рассказать? Да, про стариков. Кто это? Ну, Евгений, ну, вы-то знаете. Я догадываюсь, может быть, но мне хотелось бы услышать из ваших уст. Ну, все, кто уже ушел, это, конечно, Цой, это, конечно, Башлачев, это, конечно, Науменко, ну, такие мощные фигуры. Летов, конечно, без сомнения. А из тех, кто живет, ну, естественно, Машина Времени, ДДТ, Алиса, Гарик, Бутусов, Ревякин, Чаев, ну, вот это вот, вот корневые, теска, лордовские. То есть, БГ вы не назвали умышленными? Ну, БГ, да, конечно, БГ, да, естественно. Вот они являются теми. Мы, наша история, на самом деле, рок-н-ролльная, не шибко-то глубокая и не такая, как вот западные. У них гораздо более, она и широкая, и глубокая, вот. Но, тем не менее, уж такая, какая она есть. Вот, мне кажется, что он заканчивается. Это уже другой вопрос. Да, да, я считаю, что он, конечно... Русский рок или рок-музыка в целом заканчивается? Ну, по крайней мере, русский рок заканчивается. Может быть, не рок-музыка в целом, хотя, может быть, и рок-музыка в целом, как явление, как жанр. Она, так сказать, прошла свой пик, и, мне кажется, уже и там, в том числе и там. Вот, и на ее смену приходят новые стили, новые направления. Они что-то черпают в роке, конечно, естественно. Но его актуальность, его, как бы там, то, что называется, золотая пора, да, мне кажется, прошла. Жалко, что она не особо развилась. На мой взгляд, не особо. У нас. У нас, у нас, конечно, у нас. То есть мы не можем, мы не можем с нашей стороны противопоставить что-то такое значимое по мощности, по, ну, в данном случае я говорю про музыку, вот, по масштабу, по прорыву таким грандом западных, западной рок-н-ролльной истории, как там, Лед Зеппелин, Блэк Саббат, Игги Поп, Битлз, Роллинг Стоунс. Но нет у нас таких фигур. И не родила наша история, наша рок-история, таких фигур не родила. По степени прорыва, по мощности этого прорыва. Ну, у нас, ну, было как было, что я могу сказать. А рэп это надолго? Так же, как рок пройдет, разовьется, пройдет, пройдет свой пик и закончится через какое-то время. Придет что-то новое. А что мы можем... Я думаю, скорее всего, электроника придет. Электроника? Мне кажется, да, какая-то электроника придет. Уже какое-то комбинирование. Слишком много электроники вошло в нашу жизнь, в том числе и в нашу музыкальную жизнь. Слишком много стало возможностей чисто электронных. Мне кажется, что развитие музыкальной мысли пойдет по какому-то электронному направлению. Вообще. А как это будет по стилю, мне трудно сказать. Не знаю. Ритмика? Будет меньше мелодии, это точно. То есть мелодика уходит. Вот. Наглядный пример. Мелодика рок-н-ролла, да, и мелодика рэпа. Это совершенно вот прям... Ну, да. Вот. Мелодика и дальше будет продолжать уходить, а ритмика будет приходить. Много сейчас говорят про искусственный интеллект. Станет музыку писать искусственный интеллект? Будет появляться композиции написанные машины? Ну, комбинации какие-то могут возникнуть. Искусственного интеллекта и интеллекта человеческого. Вплоть до их каких-то совершенно невероятных, вплоть до каких-то вживлений, я не знаю, чего-то в мозг человека. И это чего-то будет воспроизводить. То есть комбинация био и не био. Кошмар. Я думаю, что седьмого марта зато живую. Хорошо, что жить в эту пору прекрасную не придется. Ни вам, Евгений, ни мне. Но до седьмого марта, я надеюсь, мы доживем. Мы все доживем, да. Вот, потому что фильм этот действительно оказался, ну, мне кажется, что он очень интересный, ну, очень необычный. Я всех зову, вас, конечно, тоже, уважаемые коллеги. И вторая часть тоже будет любопытная. Вдруг там еще и придет еще. Будет соавтор. Да, 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 еще придет и соавтор. Будем искать его в толпе. Но в любом случае, даже если соавтор не придет, я уверен, что это будет интересное действие. И фильм, и наш концерт «Нижняя тундра». А фильм «Концерт для отверженных» — это точно бомба. Ну, я уверен, что седьмого марта там будет живое, без искусственного интеллекта. Но очевидно, что с интеллектом нашего сегодняшнего гостя мы там все будем. А вам, Александр, спасибо за рассказ. Спасибо. 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 Спасибо.